Уважаемые дамы и господа, наш эфир опять, вернее, мы возвращаемся в наш эфир, прошу прощения. Алексей с нами, как всегда, любезно согласился ответить на ваши вопросы и комментарии. Номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, у нас уже есть звонок, так что давайте попробуем ответить. Окей. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вы сказали, что нацисты это делали, можно продолжить этот список. Русские большевики это делали. В 17-м году. А до этого всю историю, начиная с завоевания Мухаммеда, все, что делали мусульмане, они завоевывали, они разрушали памятники. И на их место строили свои мечети. Одно из последних, вот в Афганистане, они разрушили исторические статуи Будды. То есть, когда что-то разрушается, разрушается не просто так. Это расчищается место для чего-то другого. Для чего здесь разрушается место? Для построения, значит, коммунизма, а прежде всего, ислама. Утверждение здесь ислама, если посмотреть на все это. И, кстати, сказать, нет радикального ислама, есть просто ислам. Это как бы заблуждение для людей, которые недостаточно знают, что такое ислам. А я вот еще хотел привести еще примеры. Вот в университете... Мария, спасибо вам огромное. Давайте мы дадим возможность все-таки Алексею выступить в своей программе. А ваш экскурс в историю мы послушаем как-нибудь в другой раз. Алексей, прошу вас. Мария, я совершенно права. Да. Памятники, вспомним, что делала Айсис на той территории, которую они занимали в Сирии и Иракии. Они уничтожали все памятники, какие только, как не только возможно, в том числе памятники мусульманские. Ну, это обыкновенная тактика разрушителей, обыкновенная тактика людей, которым не нравится прошедшая история. Что касается... Вы знаете, у меня есть на этот счет вот такое, например, мнение. Есть памятники, памятники. Ну, например, возьмем Советский Союз. Памятники. Окей, убрали памятник Дзержинскому. Убирали там еще какие-то памятники. Ну, я бы, например, памятник Ленину, который стоит у Финляндского вокзала, где Ленин стоит с поднятой ручкой на броневике. Ленин был изверг, правильно? Создатель концлагерей. То, что вытворяли большевики при его правлении, Сталин его унаследовал. Но для того, чтобы история знала, не забыла мерзавца. Некоторым мерзавцам памятники должны оставаться. Вот как памятник, например, Ленину. Я бы даже не сносил в свое время памятник Дзержинскому в Москве. Он, конечно, командовал организацией, которая уничтожала людей. Один из основателей этой организации. Чекист. Миллионы людей были уничтожены. Но, опять-таки, в истории этот подонок должен был и должен остаться, чтобы о нем знали. Поэтому, опять-таки, когда речь идет об уничтожении памятников, какие-то, может быть, и нужно снести, я не знаю, памятник представить себе на секунду, памятник Гитлеру, например, или памятник Сталину, я совершенно, так сказать, не могу. Это изверги. Но некоторые памятники должны оставаться. Что же происходит в нашей стране, уничтожаются памятники людей, которые ничего плохого этой стране не сделали. Вы знаете, совсем недавно я получил интересную информацию, получил, прочитал в газете Уолл-Стриджернл. В городе Сиэтл, ну это все, город Сиэтл такой же левый, как город Нью-Йорк, даже более, так сказать, левый. Несколько лет назад там поставили памятник Ленину, я не знаю, стоит ли памятник Ленину, до сих пор, возможно, стоит. Значит, там громадная историческая панорама была об истории страны, об истории Соединенных Штатов, начиная еще до создания Соединенных Штатов, так сказать, с колониальных времен. И вот нашлись люди, которые считают, что всю эту панораму нужно убрать. Потому что герои панорамы есть Вашингтон, герой панорамы Джефферсон, то есть люди, которые владели рабами. Всю панораму нужно убрать, то есть вычихнуть из памяти Вашингтона, Джефферсона, Мэдисона, потому что они были рабовладельцами. Интересно, что эту панораму создал в 30-е годы мексиканец-коммунист, художник-коммунист. Тем не менее, нужно уничтожить. Вот что представляет собой сегодня политкорректная полиция нашей страны. Она хочет уничтожить памяти, факты людей, события, которые были в нашей стране, и придумать на их место совершенно другое то, чего не было. Нормальное поведение социалистов в хране Соединенных Штатов. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Ильич, хочу сказать, первое, по поводу памятников, к примеру, вот Водро Вильфин, когда начинал свою деятельность, он тоже был прогрессивистом, так сказать, и весьма был воодушевлен, то, что творилось в стране Совета в первое время. Но, по-моему, в то время никаких памятников не убирали, не сносили. Это первое. А второе, по поводу рабства этого пресловутого, что все должны. Кстати, османами было порабощено в рабство славян и прочих, так сказать, европейцев. Куда больше, чем было вывезено негров из Африки в Америку. Ну, никто от них не требует, так сказать, ни извинений, ни репараций, ничего. Опять все однобоко. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. У меня есть комментарий. А, прошу прощения, подождите секундочку, сейчас Алексей прокомментирует. Ну, во-первых, я начну с Вудера Вильсона. Вудер Вильсон прогрессивный демократ, конечно, расист страшный, дамы и господа, просто, так сказать, расист. Ну, это уже выходит до скобки сегодняшнего разговора. Он не восхищался Советским Союзом. Например, во время, когда закончилась Первая мировая война, то с согласия Вильсона, президента Вильсона, были направлены в Россию на борьбе с большевиками две порции американских солдат. Одна в Архангельск, а другая на Дальний Восток. Так что Вудера Вильсона не восхищался Советским Союзом, хотя он был, конечно, прогрессистом. Одним из первых президентов-прогрессистов первым был Теодор Руссель. Что касается рабства, то это вопрос, который... То есть, я приведу только один пример. В Бразилию, в Бразилию было завезено черных рабов гораздо больше, чем в Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней Бразилии никакого понятия между белыми, черными, цветными не существует. Там нет разговоров о рабстве, о репатриациях. В Соединенных Штатах, куда привезено было африканских рабов, меньше, чем в Бразилию, разговоры продолжаются до сих пор. Опять-таки, это тема для другого разговора. Но вот просто это два исторических факта. Бразилия и Соединенные Штаты, Бразилия, куда черных из Африки было завезено больше, чем в Соединенных Штатах, там сегодня расовой проблемы не существует. В нашей стране она существует. Спасибо большое, Алексей. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, добрый день еще раз. Если удалось посмотреть или послушать, есть ли какие-нибудь комментарии по сегодняшним слушаниям генерального прокурора в Конгрессе. Спасибо. Спасибо большое. Замечательное сегодня. Это просто прекрасно. Ну, вы знаете, дамы и господа, значит, 24 марта, я приведу две даты. 24 марта Вильям Барр обнародовал четыре страницы из Мюллеровского. То есть он из всего этого доклада, Мюллеровского отчета, 400 с чем-то страниц, сделал четыре страницы и представил трудящимся, всем нам, Соединенным Штатам Америки. Это 24 марта. 27 марта, 27 марта, Мюллер написал письмо Барру, в котором говорится, если верить тому, это интереснейший факт, Если верить сообщению, которое появилось вчера в Вашингтон-Пост, сегодня оно появилось в Нью-Йорк Таймс, и о нем говорилось на слушаниях, то 27 марта, через три дня после того, как Барр обнародовал четыре странички, обобщив, так сказать, 400-страничный доклад, Мюллер его упрекнул в том, что он исказил какие-то факты, таким образом занялся на четырех страницах пропагандой. Об этом вчера сообщил Вашингтон-Пост, вечером на своем веб-сайте, сегодня это есть газеты, об этом сегодня в Нью-Йорк Таймс, и об этом твердят все. В чем дело? Мюллер в своем письме Барру не упрекает министра юстиции в том, что он что-либо исказил. Он упрекает средства массовой информации, которые воспользовались четырьмя страницами Бара, чтобы исказить то, что было на самом деле. То есть никакого упрека. Бару нет. Упрек средства массовой информации, которые исказили. Это главное, это главное. Сегодняшнее сегодня. Сегодня вот что интересно. Ну, разделились. Ну, во-первых, так сказать, когда председатель юридического комитета, теперь это сенатор из Южной Каролины Грэм, делал вступительное слово, то извинившись перед слушателями, среди которых могли быть дети, он процитировал то, что высокопоставленный чиновник ФБР Страк, мы знаем, кто такой Ждрок-Смок, писал своей любовнице Пейдж, матерщина, как он назвал Трампа, матерщина, я не буду повторять, дамы и господа. Значит, сегодня разделилась компания, разделились эти слушания на две части. Республиканцы, цель республиканцев была убедить Вильяма Бара заняться расследованием того, чем не занималась ФБР, а именно, а именно, колюжин, колюжин, сговором избирательной кампании Украины, Хиллари Клинтон, с Россией, потому что, так называемое российское досье, которое подготовил бывший английский агент, бывший Симс, оно было оплачено, его исследование, расследование было оплачено избирательной кампанией Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. Этот разведчик, бывший английский разведчик, воспользовался липовыми фактами, которые ему поставила Россия. Таким образом, избирательная кампания Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили это досье, русское досье, в котором содержались факты, подброшенные из России. Таким образом, речь идет о колюжин, о сговоре Хиллари и демократов с Россией. Так вот, сегодняшнее заседание свелось к тому, что республиканцы ясно давали понять Вильяму Барру, что они ждут от него начала расследования того, что совершала FBI во время предшествующей избранию президента Трампа и в последующее время, когда Трамп уже был сначала президентом-электром, а потом он был уже действующим президентом. И также республиканцы настаивают, что было проведено расследование, они об этом прямо говорили Вильяму Барру, что они надеются, что будет проведено расследование шпионажа силовых структур за избирательной командой Трампа. Это то, что говорили республиканцы и Барр отмечал на их вопросы. Вторая половина сенатского юридического комитета демократы, они делали все возможное, чтобы доказать всем, что Вильям Барр это лжец, что он специально исказил то, о чем говорится в четырехсотстраничном докладе Роберта Меллера. Более того, сенатор Шизгаваев, она вообще сказала, что Вильям Барр должен уйти в отставку. Прекрасный тот факт, что то, что происходило в юридическом комитете сената, может быть происходит до сих пор. Я стал готовиться к сегодняшней передаче и ушел, еще слушания по поводу с Уильямом Барром продолжались, я не знаю, продолжаются они и сейчас. Хорошо то, что эти слушания показывал не только телеканал Fox News, но и показывали два прогрессивных, продемократических, проклинтоновских, антитрамповских канала. Почему хорошо? Очень важно, чтобы телезрители на этих левых каналах тоже хоть что-то услышали о том, чем занималась FBI, чтобы слово услышали, слово шпионаж. Опять-таки интересная деталь. Демократ из статы Родд-Айленд, он потребовал у Уильяма Бара, почему вы используете слово спаинг, спионаж в отношении силовых структур, такого никогда не было. Вильям Бара очень хорошо ответил. Он сказал, ну, во-первых, я начинал свою деятельность в ЦРУ, и мне это слово нравится, а потом он сказал, что это очень хорошее слово в английском языке, и то, чем занимались силовые структуры, это и есть спаинг, спионаж. Мне интересно будет прочитать комментарий завтра в Нью-Йорк Таймс и в Вашингтон, Вашингтон пост, что будут они писать по поводу этих сегодняшних слушаний. Да, ну, что они могут писать, Алексей? Угадайте с одного раза. Нет, Толя, я сейчас, я проведу пример. Значит, вот вчера в статье, которая была размещена сначала на сайте, где говорилось, что заголовок, что Роберт Мюллер предъявляет требования Бару, обвиняя его там, не знаю, в пропаганде. Это статья. Двенадцать первых абзацев подтверждают заголовок. В тринадцатом абзаце говорится, что Мюллер упрекает не Бара, а средства массовой информации, которые искажают его доклад. Вот и все. Кто из нормальных людей, я вам скажу честно, я не читал, не дошел до тринадцатого абзаца по одной причине. Мне хватило первых трех-четырех. Окей. Тринадцатый абзац я прочитал только после того, как услышал выступление Раша Лимбо. Ни один нормальный человек не читает такие статьи до конца. Девяносто девять процентов читают первые абзацы и переходят, читают заголовок первые абзацы и переходят на другие, на другие статьи. Таким образом, Вашингтон-Пост публикует фейк-ньюс, абсолютную фейк-ньюс. Ну, для оправдания, редакция может сказать, ну мы все же сообщили, что было на самом деле. Вот вам пропаганда либеральных средств. Поэтому, Толя, я совершенно не удивлюсь, что завтра и Нью-Йорк Таймс, и Вашингтон-Пост начнут свои большие отчеты с того, что они будут цитировать демократов, будут говорить, что Бару следует уйти в отставку, и где-то на пятнадцатом, двадцатом, двадцать пятом абзаце будет сказано, а республиканцы просят то-то и то-то. Предсказать это сегодня очень и очень просто. Да, да, вот я именно это и имел в виду, что завтра, Вы абсолютно правы, будут по-любому, знаете, как говорят, им хоть кол на голове тиши, они завтра будут все равно гнуть свою линию, ничего не изменится, изменится только одно. Вопрос будет, будет ли завтра Бар выступать перед Конгрессом, зная... И Конгрессом, а Палатой представителей. Палатой представителей, прошу прощения. У нас нет Конгресса, у нас есть Палата представителей и Сенат. Завтра Бар выступает или выступит не в Конгрессе, а в Палате представителей. Да, так вот выступит ли он завтра в Палате представителей, зная о том, что Палата представителей проголосовала большинством, разрешить своим адвокатам задавать ему вопросы. Толя, если сегодня у меня было время посмотреть два часа то, что происходило в юридическом комитете Сената, то завтра я не буду тратить свое драгоценное время, оно мне нужно на то, чтобы смотреть, что будет в Палате представителей. В юридическом комитете Палаты представителей. Да, ну вопрос просто будет, я еще раз говорю, это очень большой вопрос, вообще состоится ли эта встреча, потому что Бар очень против такого формата, где его будут допрашивать не только представители комитета, но и их стеф, их адвокаты. Поэтому это будет очень интересно посмотреть на это противостояние. Я, если честно, очень сомневаюсь в том, что Бар завтра появится там на этих слушаниях. Я думаю, тоже не появится. Да, потому что он, ну он абсолютно прав. Там они привели вырезку из Конституции, где говорится четко, что каждый член Палаты представителей имеет право на пять минут допроса, но только являясь членом Палаты представителей. Слово об этом не говорится о том, что они могут привести своих стеф-мемберов, адвокатов. Как вы думаете, почему они решили, демократы в юридическом комитете Палаты представителей, почему они решили обратиться к помощи юристов, которые работают в комитете? Я вам скажу, мое мнение элементарное. Судя по тому, что цирк, который сегодня происходил в Сенате, там в Палате представителей люди намного менее разумные, чем даже в Сенате. И если они начнут сами допрашивать такого, такую фигуру, как Бар, то мало им не покажется. Толя, они не менее разумные, они менее квалифицированные. Большинство и демократов, и республиканцев, членов юридического комитета, в прошлом юристы. Большинство демократов в юридическом комитете Палаты представителей не юристы. Они просто-напросто не знают, как вести разговор с министром юстиции. Они неграмотные юридические люди, поэтому им нужна помощь их помощников-юристов. Прекрасно, но вся проблема в том, что это не оговорено Конституцией. Поэтому, если Бар не появится завтра, и Недлер кричит, что он тут же выпишет ему повестку, то с этой повесткой Недлеру придется идти в суд и объясняться в суде, почему они, получив назначение от своих избирателей, не могут выполнить свою работу. Вот на это будет интересно посмотреть. Так что дождемся завтра. И, ну, что можно сказать? Церк продолжается. Алексей, ваше заключительное слово, как всегда. Заключительное слово, дамы и господа, такое. Значит, на следующей неделе я буду говорить о Джо Байдене, который, как мы знаем с вами, бывший сенатор, бывший вице-президент, выставил свою кандидатуру в президент официально. Я прослежу биографию Джо Байдена, как и биографию демократической партии с 70-х годов, когда Байден стал впервые сенатором. Он был избран в 72-м году в сенат. До нынешнего времени. Вот биография Байдена и биография демократической партии за последние 60 лет показывает, насколько эта партия изменилась. Будучи партией, скажем так, Рузвельта, Трумэна, Кеннеди, даже партией Билла Клинтона, эта партия превратилась в абсолютно антисемитскую партию левых отморозков. И Байден характеризует это изменение с 70-го года по нынешней. Вот об этом у нас с вами речь пойдет ровно через неделю. А на этом я прощаюсь с вами, дамы и господа, и желаю всем, как всегда, будьте здоровы. Алексей, огромнейшее вам спасибо, как всегда, за интересный рассказ, за интересную беседу. И уже не могу дождаться следующего раза, потому что вот хотелось бы действительно послушать вот эту параллель именно Байден и нынешняя демократическая партия. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok